Добрый вечер, дорогие друзья, телезрители. Программа «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником начинается. Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Ян Фельдман, психолог. Но, прошив эти рамочки, психология и психолог, вы человек, который здраво рассуждает обо всем, что происходит у нас в республике. Хотя темы могут меняться в зависимости от того, что сейчас самое насущное. А самое насущное – хлеб. Прошлая неделя и эта неделя ознаменовалась тем, что начался чемпионат Европы по футболу. Затем большой референдум, который был до этого в Великобритании. Затем обмен нотами стран-членов Европейского Союза. Затем арест... Ах! Ветер, 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 ветер. Заявление правительства о том, что у нас все очень хорошо, все стабильно, тишина и порядок, терактов нет. Вы этому рады? Конечно. Кто же не радуется тому, что нет терактов? Мы счастливы просто, что их нет. Счастье. Так вот, счастье, оно, вы знаете, иногда как птиц. Вот оно в руках, а вылетело. Все зависит от той политики, которую будет проводить Республика Молдова по отношению к Евросоюзу. И чувствуется, что развал Евросоюза не завтра, не послезавтра, но произойдет. Посыпется, как карточный домик. Как вы считаете, чем может обернуться для нашей республики данная трагедия европейская? Ну, я думаю, что мы рано его похоронили, на самом деле. Посмотрим, поживем-увидим, как это было в 12 стульях, когда там был какой-то эксперт, который заканчивал каждую свою статью словосочетанием «поживем-увидим». Поживем-увидим. Но, что совершенно точно, что Молдове придется искать какие-то новые источники финансирования, новые источники поддержки и легитимности для правящих коалиций. И абсолютно точно, что надо будет как-то суметь сориентироваться по-другому, чтобы не произошло. В любом случае, без того, чтобы говорить о судьбах Евросоюза, потому что Евросоюз далеко, а мы тут как бы на месте. Как бы здесь. Да, да, да. Мы тут на месте. В любом случае, вероятнее всего, внимания странам восточного партнерства будет уделяться меньше. Евросоюз будет больше озабочен и обеспокоен тем, что происходит внутри. Есть очень много аналитических статей людей, которые говорят, что как минимум расширение на ближайшую обозримую перспективу, обозримое будущее закончилось. То есть, уже как бы тот самый поезд, в который мы так хотели сесть, он закрыл дверь и едет. А там будет поезд или нет, я же говорю, мы это обсуждать не будем. Но, по крайней мере, эта перспектива тает на глазах. И придется выстраивать какие-то другие, новые отношения с тем, что есть, с тем, что будет представлять из себя Евросоюз. На чем будут основываться эти отношения? Вот мне интересно ваше мнение. На чем будут основываться отношения? Ну, для того, чтобы отношения будут основываться все на том же. Мы будем просить кредитов, прямой поддержки. И мы будем каким-то образом, как и любое правительство относительно малой страны с нестабильными демократическими институтами, искать легитимации, то есть, искать признание. Соответственно, все то же самое. Просто денег будет меньше, внимания будет меньше. Ну, внимания было больше, когда начался скандал с определенными теми условиями, которые произошли. Да, это всеобщая коррупция, которая уже не угрожает безопасности страны, а она уже влияет на безопасность страны. Вы здесь, я думаю, со мной согласны? Да. Да? Сложно не тратить. Вот. И путь, который у нас у Молдовы есть, он не будет даже балканским, при котором некоторые балканские страны были приняты в Евросоюз, потому что они имеют стратегическое значение для Европейского Союза. Ну, если для Европейского, значит, для Соединенных Штатов Америки. Ведь Молдавия маленькая страна. Ее же купить можно за 2 миллиарда. Даже один пусть украдут. Но можно купить. Ведь издержек фактически нет никаких у Европы в нашей стране. Знаете, чем отличается покупка предмета от покупки страны? Предмет можно купить только один раз, потом вы его берете, приносите себе домой, и он там у вас дома. Он ваш. А страну вот можно покупать неоднократно. Иногда одновременно, в то же время в разные стороны. Поэтому продаваться можно. Поэтому тут все не так просто. 2 миллиарда там, 2 миллиарда там. Каждый следующий покупатель может менять приоритеты. Я вот мысленно себе представил, да, когда говорят, вот, объединение с Румынией, там, так далее, так далее. Единственный выход для нашей страны. Я так мысленно, я говорю, что представил себе, как наши чиновники будут за объединение. Да, они войну объявят объединение. Власть, так кто здесь молдаван захочет отдать? Скорее всего, да. Вот поэтому, если финансовая поддержка, к тому же, той же Греции, да, 5 миллиардов, которые выделили, еще там, там, больше. Не, я говорю, 5 миллиардов, последний транш был до этого, 3 они получили, 3,5. И они считают чужие деньги. Греки их считают уже своими. Вот. На поддержку. Ну, Молдова, новые отношения с Евросоюзом, они почему меня волнуют? Потому что они будут влиять на те отношения, которые уже есть. Явные. Например, вброс информации о том, что там нужно оповещение насчет визы, право посещения Европы, с гарантированной там. Ну, это только проекты. Проекты. Ну, вы знаете, по отношению к малым странам, проекты всегда заканчиваются проектом. Которые, ну, как в жизнь, да, всегда устремляются в нашу. И вот тут, опять же, нехотя переходишь к теме объединения с Румынами. Хорошо это или плохо ли? Может быть, поезд в том, что сейчас ходят подписи, да, берут за объединение на улицах? В этот последний вагон румынский. Ну, я как бы, смотрите, я не... Это такая тема сложная и интересная в том смысле, что подобного рода вопросы с сбором подписей не решаются. Никогда не решались. Для этого должна быть политическая воля. Политическая воля ни одной стороны, ни одной страны. Мы живем не в вакууме. И Румыния живет не в вакууме. И я думаю, что для того, чтобы это произошло, нужен либо всеобщий консенсус, что так будет правильно. Причем консенсус всеобщий. То есть и справа, и слева, и сверху, и снизу, и с востока, и с запада, и с юга, и с севера. Либо это будет крайне затруднительно. Пока это все больше пиар акции, насколько я это вижу. Вы можете представить себе такой выход, да? Со стороны Румынии или со стороны наших унионистов? Наши унионисты предлагают румынскому государству сделать так. Референдум, чтобы они добились. И те, кто обладает румынскими паспортами, обязаны будут проголосовать за. Около 300 тысяч паспортов уже есть. Говорят на руках. И тут вопрос очень интересен. Какой молдаван захочет терять румынское гражданство? Ну, я не говорю. А вы можете представить такую версию? Нет, это невозможно. Почему? Ну, потому что... Опять же, мы не существуем в вакууме. И Румыния тоже не существует в вакууме. Румыния страна члена Евросоюза. Румыния страна члена парламентской ассамблеи Совета Европы. Это означает, что она подписала Европейскую конвенцию о правах человека. Гражданство, условием предоставления ли отзыва гражданства, не может быть то или иное голосование. Как... Неголосование, неголосование. И неголосование, и голосование. Как формально, так и неформально. И представить себе ситуацию, при которой румынское государство отзовет гражданство сотен тысяч человек по тому, что это будет скандал похлеще Хиросимы и Нагасаки. А вот я... Румыния еще член НАТО. Да, спасибо. Чтобы Хиросимы и Нагасаки здесь не было, благодаря НАТО, я скажу так. Не волнуйтесь, обладатели румынского гражданства. Все будет нормально. Это говорит Ян Филин. Он как психолог знает. Если вы посмотрите на статистику отзыва гражданств в Румынии, то она крайне мала. То есть там определенное количество людей отказываются сами по тем или иным причинам. А отзывов по причинам фальсификации данных или еще чего-то, 2-3-4 случая в год. То есть это действительно должно что-то, ну, реально какое-то нарушение произойти для того, чтобы государство отозвало гражданство. Делать это в массовом порядке или влиять как-то... Я не совсем себе представляю, как это возможно технически. Знаете, у некоторых стран в мире, но мы уже успокоили обладателей румынского паспорта, у некоторых стран в мире есть, если человек не приходит голосовать по тому или иному вопросу, ну, с представленным гражданством, они могут быть лишены гражданства. Нет, 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 штрафуют, но они... Сначала штрафуют. Я специально поднимал этот вопрос, я говорю, некоторые страны не хочу здесь как-то вступать в конфликт с теми странами. Да, есть страны, действительно, в которых штрафуют за неявку на выборы, потому что считается, что это гражданский долг, но их не так много. Кстати, Австралия, по-моему, штрафует за неявку. Конкретно. Да. Да. И конкретно, по-моему, там 2 или 3 раза и до свидания. Ну, ладно. В Израиле тоже 11 месяцев ты должен пробыть, чтобы получить паспорт. Да, например. Да, да, да. Но это если ты только получил гражданство. Без выезда. Да. Не, дают лос-э-паспорт, оранжевый сначала. Ну, это мелочи. Главное, чтобы мы успокоили общество. Зачем нам волновать общество? И также мы приходим к тем вопросам общества, в котором всегда и простой, и обычный вопрос. Как вы считаете, к нам придут представители молодого класса управлять страной, которые до этого получали образование за границей, без разницы на Западе или на Востоке? Допустят их? Я думаю, что это один из самых сложных вопросов, потому что если мы посмотрим на… Я не знаю про статистику, но личные мои ощущения, если говорить о людях, с которыми я общаюсь, есть ощущение, что существует огромный отток. То, что называется по-английски brain drain, утечка мозгов, да, из республики Молдова. Люди едут, люди уезжают навсегда, люди планируют уехать, люди хотят закончить дела и уехать. И это огромная проблема для всех нас. И это как бы повод задуматься, да, потому что я не хочу говорить от избитой фразы, что уезжают лучшие. Уезжают люди, люди живые, люди, люди, которые не уехали до сих пор, и, видимо, потому что они справлялись здесь, у них что-то получалось тут. Что касается того, приедут ли они обратно, чтобы что-то изменить в Молдове и прийти к власти, я не знаю. Вот у нас была волна приездов в 2010 году, было некоторое количество людей с западным образованием, которые либо вернулись, либо прервали учебу и вернулись. И к 2014-му уже все. Не, не то, чтобы они, часть из них, да, уехала. Но я имею в виду, что не получилось. То есть не то, чтобы ничего не сделали, но в целом не получилось. А причина не получилась? Ну, потому что любовная лодка разбилась о быт. То есть повседневность молдавской политики оказалась, честно, более жестокой и тяжелой штукой, чем каждый себе предполагал. Но есть пример у нас, новый руководитель Национального банка, который бросил свою работу сотнями тысяч долларов, перейдя на, непонятно, десятую часть от того, что он зарабатывал. Ну, во-первых, у президента Национального банка не такая маленькая зарплата. Ну, по сравнению с тем, что мы. Окей, можно себе позволить сделать перерыв. Это большая должность представителя Национального банка, хорошая строчка в CV для дальнейшей карьеры. Вот, но, да, это один из примеров, но я так как бы, да, это получилось скорее потому, что было такое требование, да. Или вопреки? Или? Или? Потому. Я думаю, что было бы удобнее назначить кого-то местного, но наши иностранные партнеры требовали человека извне, и они его получили. Они требуют. Страдаем мы. Бывает так, конечно. Я хочу сказать, что справедливости ради Молдове первое время сильно везло с председателем Национального банка. Господин Толмач был человеком очень авторитетным и компетентным. Вот. Потом, может, не так повезло уже с его последователем. Посмотрим. На самом деле, наш новый председатель Национального банка только вот-вот. То есть, мы не знаем, что произойдет. Вы знаете, Национальный банк, когда что-то произойдет, нам не надо этого знать. Потому что опять будем смотреть в карман. Ну, мы почувствуем. Будем чувствовать. Поэтому стабильность, она основана на стабильности финансовой системы, которую я не ощущаю в Республике Молдова. Вы ощущаете? Нет. Но после того, что произошло, мы ее еще долгие годы не будем ощущать в психологическом смысле этого слова. В психологическом, да. Даже если она де-факто будет стабильной, и все показатели будут замечательные, это доверие, которое приобретается с годами. Ну, тогда можно и вспомнить господина Гиппу, который указал, что будет из нашего кармана. Будут обрезаны, значит, социальные какие-то выплаты и так далее, и так далее. И мы фактически помогаем содержать мошенников, воров. Ну, так же получается. Другого кармана нет, только наш. И он всегда был наш. Да, да, да. Он всегда был наш. Радость, радость, что наш карман, не чужой, мы в чужой не лезем, граждане Республики, насколько я понимаю. Кто как. Да, кто как. Ну, вы не лезете. Нет. Вы меня успокоили. Ну, где же вот тогда та национальная гордость народа, да, Молдовы, единого народа Молдовы? Куда она пропала? Как вы считаете? У вас трезвый взгляд, вы молодой человек. А была? Была когда-то. Вот как бы последнее какое-то достаточно долгое время она уже не чувствовалась. Поэтому гордость и, кроме того, при чем здесь гордость? Мы достаточно было бы, чтобы люди принимали рациональные, взвешенные решения и, например, голосовали там не по зову сердца и других органов, а глядя на результаты труда в предыдущей каденции той или иной партии. Тогда уже все было бы хорошо, без всякой гордости, ну, как все, было бы лучше. То есть те, кто недостаточно проявил себя или проявил себя плохо, не попадал бы больше в парламент, попадали бы какие-то другие люди, новые люди. Может быть, с ними было бы хуже, мы не знаем, но что было с другими, мы знаем точно. Вот у нас есть пример ситуации моего родного города, Кишинева, где понятно, что раз за разом люди продолжают голосовать за власть, которая не занимается городом, мягко скажем так, чтобы быть корректным. Но они продолжают. Третий раз выбранный мэр. Я не понимаю, как. Но, тем не менее. И вот если голосовать за людей, которые что-то делают, или хотя бы не голосовать за тех, кто ничего не делает, это уже сильно изменит расклад сил в Республике Молнова. И Бог с ней с гордостью. Просто, если кто-то что-то не сделал, кто-то показал себя плохо, не надо больше за него голосовать. Даже если он родственник, даже если какие-то идеи его вы разделяете. Но он не может. Он только по идее. Нам надо, чтобы кто-то уже и работал. Я вот шестой год в телевидении, да, и шесть лет я слышу вот то, что вы говорите. Давайте будем делать так. Давайте будем делать так. С 1990 года по сегодняшний день из Кишинева выехало коренных кишиневцев 56%. За эти же годы это количество к нам поступило, как всегда идет, наполнение из сел, деревень, малых городов Кишинев. Восполненную эту нишу. Но он превысил даже. Потому что на сегодняшний день те, кто указали свое коренное, допустим, рождение в Кишиневе, осталось 14%. Как таковых. Из того общего количества. Вы знаете, коренное это три поколения. Это минимальное. Мы существуем при вакууме. Кишинев, республика. Ведь власть, вот я сейчас буду акцентировать ваше внимание, для того, чтобы услышать ваше. Власть применяет закон там, где она считает нужным. Или принимают законы, которые не имеют актуальности на сегодняшний день. Или входящие в противоречие с другими законами. Это мы сталкиваемся везде. Вот я, например, выхожу из дома, да, смотрю, рынок у меня стоит. Несконценированная торговля, торговля нелицензированная и так далее, так далее, так далее. Никого нет, никого это не интересует. Я войти в подъезд не могу. Они заняли место, они сказали, мы торгуем. А это все перекупщики. Вы, наверное, знаете это. Ну, догадываюсь. Асфальт, да. Но, подходят и спрашивают, почему ты куришь в ресторане. Потому что ты убиваешь людей. Хорошо. При этом они не закрывают ТЭЦ. При этом автомобильный транспорт имеет по 20, и их больше лет. Который выбрасывает цинк, так далее, так далее. Я почему так разговорился, опять же, к вашей основной профессии, где психология, да, психология играет основную роль, поведенческую я имею в виду, да. У наших законодателей, у наших членов правительства или обычных чиновников. Почему это не связано с законом везде? Психология везде. Везде играет решающую роль. Я в этом уверен. Как любой психолог, я уверен, что психологи везде играют решающую роль. И вообще, я считаю, что лучший способ изменить мир – это пойти к психологу. Спасибо правительству. Всем-всем. Нет, это касается не только. Всем. Потому что, когда человек начинает разбираться с тем, что происходит у него в душе, он лучше понимает, что происходит в окружающем его мире. И он становится более осознанным, соответственно, принимает более осознанные решения. И эти решения лучше влияют на ту окружающую среду, в которой мы живем. Что касается законов, проблема не столько в том, как они их принимают. Вопрос в том, что не нужно ставить человека в ситуацию, когда он легко этот закон нарушит. Потому что, когда люди каждый день нарушают, сознательно или бессознательно нарушают закон, это приводит к правовому нигилизму. Сегодня ты создал такие условия, когда любая бабушка, чтобы выжить, должна нарушить закон. Потом ты создал условия, когда любой курящий человек, чтобы покурить, должен нарушить закон. Потому что сделать это в рамках закона очень сложно. Не хочу сказать невозможно, но очень сложно. И человек нарушает этот закон. Он продает, курит, переходит, проходит, недоплачивает, не знает, чего еще там делает. И это формирует отношение к закону вообще, не к этому конкретному, не к закону, связанному с курением. К тому, что закон, это ведет к восприятию закона как чего-то, что можно довольно легко, через что можно довольно легко переступить, что можно довольно легко нарушить. И это неправильно. Потому что, и об этом должен думать в том числе и законодатель. Принимая закон, который невозможно соблюдать, легко, разумно невозможно соблюдать, ты воспитываешь в людях правовой нигилизм, ты воспитываешь в людях привычку, что нарушать закон это дело нормальное. Так можно. Это начиная от проезда на красный свет на автомобиле или превышение скорости, и заканчивая, я не знаю, тем же курением, или несанкционированной торговлей, или еще чем-то. Закон тогда работает, когда человек его уважает. Если человек привык не уважать закон, то он не будет работать никакой. Ни хороший, ни плохой, никакой не в этом нет. Никакой. Понимаете, те, кто должен у нас охранять закон, тоже им не доверяют. Поэтому и сплошной правовой нигилизм. Мы уйдем на рекламную паузу, Ильяна. И затем продолжим нашу беседу, потому что есть о чем поговорить. Рекламная пауза. Продолжаем нашу программу. Чуть-чуть заговорились, потому что интересно, потому что есть о чем поговорить. Потому что потому. Как говорят у нас южные, понимаете ли, границы бывшей Российской империи. Даже не суржик. Здесь вот мысль такая пришла. Вы знаете, когда-то у нас условные единицы своим волевым решением, когда правительство приняло 20 лей, а курс был 13, и стало 20. А сейчас принято 50 условных единиц штрафовать. У нас растет благосостояние народа. И мы штрафим и задушим преступность любого человека, нарушение законов. Это не смешно? Я не думаю, что это было разумно увеличивать в два с половиной раза. Вот этот условный единицу. Я специально акцентировал внимание, на чем мы заканчивали беседу до рекламы. Вы понимаете, диву даешься. Ведь требуют исполнения закона тогда, когда им надо. А в основном ничего не надо. Психиатрия или психология, как вы считаете? Люди должны понимать, что такое психология и что такое психиатрия. Психиатрия – это медицинская специальность. Поэтому я задал вам вопрос. Более серьезно. Нет, тут как бы понятное дело, что требуют тогда, когда надо. Но про вот эти вот условные единицы – это действительно, я думаю, что довольно больно ударит по многим. И это сейчас не самое правильное время для того, чтобы… Правильное время мы сказали в нашей беседе. Из нашего кармана. Штрафы всегда из нашего кармана. Да, но в основном-то так и есть. И здесь же еще пример. Я вам тоже вопрос задам. Скажите, пожалуйста, вот это массовое выступление сторонников Илона Шора по незаконности его задержания, продления задержания – это тоже логика? Или это психологическое заболевание? Не-не-не, но я не думаю, что это далеко от заболевания. Нет, я соединил одно. Я думаю, что это такой способ лоббирования. Сейчас кого не посади, будут протесты. По поводу Филата же тоже были протесты у входа в суд. Это как бы такой способ. На самом деле протесты по поводу чьих-то задержаний бывают часто, везде и всегда могут быть. Но здесь другой момент более важен. Люди не верят, что правосудие может быть правосудием. Люди не верят, что то, что происходит – это справедливо. Причем никто. Ни те, кто за, ни те, кто против. Просто те, кто за, считают, что так и надо. Те, кто против, считают, что нет, так не надо. Это заказ. Но почти никто не верит в то, что то, что происходит – это юстиция, это правосудие, это действительно акт справедливости. И вот это страшно. А не то, что кто-то, понятное дело, что могут быть люди, которые с чем-то не согласны. И вы видите во многих, в том числе и американских фильмах, бывает такое, что выходит герой из здания суда, и кто-то там кричит, что «Ууу, приговор неправильный». Ну, окей. Но в целом есть ощущение, что юстиция – это юстиция, что свершилось правосудие, какое бы оно ни было, вот оно такое. У нас, к сожалению, этого ощущения нет. И это очень страшно. А у вас тоже нет? Ну, ни у кого нет. Ни у кого нет. Ну, мало у кого есть. А у вас, дорогие телезрители, есть ощущение того, что наши суды справедливы? Ну, ладно. Да. Все-таки все, что происходит, это связано с вашей профессией. Мы улыбнулись, мы порассуждали вскользь. Но ведь социум у нас таков, что, наверное, у вас очередь должна быть. Ну, очереди нет. У меня много, вернее, очередь есть, но она не в том смысле, что там стоят люди под дверью. У меня много всяких занятий, кроме психологии. Но я работаю с людьми тоже, стараюсь это, чтобы это никогда не прекращалось, да. Потому что это моя практика, и это мое любимое дело, это чем я люблю заниматься. Я имею в виду принимать людей. И я не зря сказал, что это наш профессиональный способ сделать мир чуть лучше. Сделать каждого человека чуть осознанней. Ну, вот я беседую с вами, понял, что нужно вот так сделать психолог, черточка, социолог. Ну, социология чуть-чуть другая наука, она чуть-чуть другая. Но, судя по вашим ответам, для вас не чуждо. Нет, не чуждо, у меня есть какие-то наблюдения собственные, безусловно. Но социология занимается массами, да, психология тоже может заниматься массами. Ну, вот то, с чем я работаю, это реальные индивидуальные люди. Но социология тоже интересная наука. И интересная наука, которая дает много всякой информации, много инсайтов о том, что происходит в обществе. И, в общем, если читать на том же Фейсбуке кое-кого из наших социологов, то можно тоже что-то интересное для себя подчеркнуть. Ну, все равно в социологии не уйдешь, потому что, встречаясь, допустим, с индивидуумом, которым вы работаете, то вы все равно опираетесь на те же социологические опросы, то, что вокруг нас происходит в целом в обществе, и к чему мы идем. Ну, хотелось бы, чтобы вы поработали с членами парламента впрямую, потому что души у них мечутся между правильным и неправильным. И работа психолога, насколько я понимаю, чтобы принимали осознанное решение, они осознанно принимают решение. Выиграть тендеры за счет... или дать родственникам выиграть. Кишинев, все родственники, понимаете, они осознанно это делают. Видимо, у них какой-то другой психолог, наверное. Ну, не знаю фамилии, имени, но пожелал бы вам, чтобы вы с ним поработали, может быть, в правильном русле. Здесь вот вы улыбнулись и красиво улыбаетесь, именно не злая такая улыбка, не саркастическая. А видно, что глаза печальные. Печальные они у вас были, когда за Кишинев мы говорили. Ну, родной город, да, болит душа. Я хочу защитить все-таки граждан. Горожан. Они сейчас в большинстве своем, люди пожилого возраста, они ходят голосовать за какого-то кандидата. В основном строгими рядами идут пригороды голосовать. Это уже факт, понимаете. И когда уже становится 1%, полпроцента и так далее, уже вы знаете. Перевесить в ту сторону. Видимо, не понимаешь, что такое города. Ну, что поделаешь. Нет кандидатов, таких, которые выиграли бы. Разыгрывается геополитическая карта. Москва приедет. Америка приедет. И так далее, и так далее. Ну, никто не едет. Кто-то приедет. Мы остаемся здесь сами с ней. Я думаю, что то, что я говорил про разумный выбор, да, и про анализ того, что сделал тот или иной кандидат. Это же и к пригородам тоже относится. Потому что сказать, что наши пригороды в великолепном состоянии. И можно приехать куда-нибудь там в Трушене. Или даже в ту же колоницу. И там все прям замечательно налажено. И поэтому... У них свой примарист. Да, но... Я это понимаю. Но эти жители пригородов приезжают в Кишинев часто каждый день. И они видят... Я прошу прощения за мой бронхит. И они видят то же, что вижу я. Поэтому я думаю, что если бы люди не голосовали за геополитику, а голосовали за то, чтобы можно было с коляской пройти по улицам, то уже все было бы чуть по-другому. Было бы радостно. Особенно если женщины могли бы на шпильке пройти. Даже не на высокой, но какой-то маленькой такой. Здесь вопросы вы говорите, вот они видят. Они видят, но менталитет не позволяет понять. Что такое? Городоустройство. Городское хозяйство. Я только из-за этого волнуюсь. Потому что я видел город другим. Ну, мы его все видели другим. Я тоже. Но здесь... Я как бы не хотел бы стигматизировать как-то жителей пригородов. И говорить о том, что вот мы понимаем, они не понимают. Я думаю, что понимают все. Но просто нам и среди тех, кто родился и вырос в Кишиневе, достаточно людей, которые тоже голосуют по каким-то другим признакам. Значит, нет достойных кандидатов. Не по признаку хороших, хорошо сделанных тротуаров. И поэтому это на самом деле призыв ко всем. И вот это вот важное изменение менталитета, чтобы люди добивались, чтобы избранные ими люди работали. А если они плохо работают, менять их, не голосовать за них на следующих выборах, ну и так далее и тому подобное. Ну, это мы повторяемся. А сейчас можно сказать так. Не то, что не работает. Но не знает, как работает. Как система работает. Хозяйствование. В первую очередь хозяйственник. Как вы понимаете, для меня партийная принадлежность, я вообще к политике стараюсь не прикасаться. Нет смысла просто в нашей системе. Вот. Ну, видел бы и я, да, что, например, диаметр трубы, которая все время набережная, да, там рядом с Пегасом, все время затапливая, да, и можно подводные лодки запускать, должен быть 2-3 раза больше, да. Углубить тот же бычок, бетоном-то его при советской власти обделать, ну, сделано, дно было великолепно. Обещали почистить, вижу, одну часть какую-то коробку почистили. Вот. Ну, и здесь вопросы хозяйства не первые, на первом плане. Вы здесь согласны? Да, конечно. Вот. И говорить о Кишиневе в прошедшем времени можно. Может быть, 2-3 поколения, они изменятся. Ну, я опять не хочу там драматизировать ситуацию с теми пригородами, но хочу сказать так. Вот я возьму за основу отдельный стоящий дом, в котором я живу, на Московском проспекте. У нас купили квартиры, люди в доме уехали, те, что уехали в Россию, да, потому что в основном с Мизона были. Уехали люди. И вот как я могу понять, что есть мусоропровод, а выбрасывается окна пакет? Как я могу понять, что даже доходят до мусоропровода и взяли этот пакет, бросили просто около мусоропровода? Как я могу понять, что каждый второй считает, что под окном нужно ставить машину? Опять же. Я же знаю, кто приезжает. Вы же знаете, кто в ваш дом, где вы живете, приезжает. Да. А на ваш вопрос, когда вот в перерыве мы говорили, откуда данные у меня с архива, эти данные с архива, пришлось поработать. Ну, я приведу один пример. Я жил на Заикино в свое время, затем переехали на Ботанику, в Новострое. Так вот, с моего дома всего одна семья осталась. Все уехали. Два дома, значит, 20-й, 22-й, 24-й. Нет, просто. Одна семья осталась, потому что просто ехать некуда. Хороший пример. По 60 квартир в каждом доме. Это 120, да, квартир. И одна семья осталась. Это так, к примеру, чтобы я решил ответить уже не в момент рекламы, а вот сейчас. Это показатель. Не, ну, конечно, печально, что люди уезжают. Друзья мои со школы остались некоторые, да. Ну, в основном, я даже скидал по всему миру. От Австралии, ну, и заканчивая, как всегда, Соединенными Штатами Америки. Это болезненно воспринимается людям моего поколения? Да, и моего тоже болезненно. У меня тоже очень много друзей уехало. Более того, уезжают друзья, которые... Опять же, мы вот так вот из тема в тему, но как-то оно все идет следом. Вы понимаете, в чем дело? Перспектив у молодежи нет. Просто перспектив нет. Устроиться на работу даже с великолепными знаниями сложно. Пробиваться сложно. Куматризм сплошной. Я вас не очень утомляю. Нет, нет, нет. Куматризм сплошной и очень сложно устроиться. Уезжают. Я здесь как-то в одной программе рассказывал. Здесь были очень хорошие... Компьютерщики будут так называть. Ну, там, начиная от графики и так далее, так далее. Не знаю, которые там алгоритмы пишут и так далее. Вот они и оказались в Мексике. Всей командой. Восемь человек. И спокойно там осели. Зарабатывают серьезные деньги. Здесь их не признавали. Например, у нас диспетчерская служба, да, авиационная. Это кто уехал. Покупает программы. Миллионы стоят. Ну, вы знаете. Контроль воздушного пространства и так далее, так далее, так далее. Основаны завязки радаров. Эти люди писали для Мехико. Ну, для столицы Мексики. И так понравилось, что они уже обслуживают все аэропорты. И там же работают. И платят конкретные деньги. Уже можете представить. Какое будущее здесь у моих детей? Что вы можете сказать? Успокоительного мне. Как дедушке уже. А у меня еще две дочери. Как психолог успокоить. Сложно успокоить. Сложно успокоить. Сразу хочется таблетку. Словами уже не успокоить. Не, на самом деле... Какой вы путь видите? Чтобы остановить? Ну, я не знаю. Я не хочу опять повторять банальности, но их сложно не повторять. Я не знаю, нет никакого особого пути. Надо браться и делать. А кому надо браться? Нам всем, каждому на своем месте. Вот вы делаете передачу. Делайте ее хорошо. Делайте ее хорошо. Врач пусть хорошо делает свою работу. Учитель пусть хорошо делает свою работу. Психолог пусть хорошо делает свою работу. Я не знаю, как по-другому. Нет никакого. Ну, сказать вам, Сергей... Рецепт. Дайте рецепт. Я вас прошу. Я вас уверяю, что все будет хорошо. Я не уверен. Не уверен. Не уверен. Но я знаю, что надо стараться, чтобы все было хорошо. Потому что если ничего не делать, то... А хуже не будет? Вы знаете, чем оптимист отличается от пессимиста? Это с сыром или со стаканом? Да, много чего есть. Так вот, пессимист говорит обычно, хуже не будет. А оптимист говорит, будет, будет. Так вот, я боюсь быть оптимистом в этом смысле. Не знаю. Может быть и будет. Пока никаких особо светлых фантазий у меня нет. И проблесков надежды тоже. Еще 3-4 года назад было по-другому. Сейчас у меня нет особого оптимизма. Я не хочу врань. Я вот думаю, что так изменилось. Я не видел никогда вот столько дождей за всю свою жизнь. И могу сказать, небо плачет. И часто плачет. От того, как мы живем. И к чему мы и идем. Хотелось бы поговорить все-таки о политике. Как бы не было бы неприятно, но надо. Давайте попробуем. Вы человек разносторонний. С психологической. С психологической политикой я рассматриваюсь. Потому что я думаю, никаким законам психология не подается. В преддверии выборов президента страны, республики Молдова, появляется кандидат. Автоматически появляется компромат. Что же мешало до появления кандидата появиться компромат? Не, ну, это закон жанра. Расскажите. Компромат появляется тогда, когда против человека имеет смысл выдавать компромат. Так-то какой смысл? Психология действий тех, кто предоставляет компромат. Ну, понятно, какая психология дискредитировать того кандидата, которого они хотят дискредитировать. Тут все как-то... Тогда проще. Кому нужен компромат на водителя троллейбуса или санитарку в больнице? А вдруг кто-то на его место хочет устроиться? Тогда в ход идет свой компромат. И вот здесь, опять же, мы к закону. Вы знаете, вот политика, да? Грязная. Все говорят, грязная. Даже политики, ведущие политики Молдова говорят, это грязное дело. Но если оно грязное, бросьте его, отдайте другим людям, которые будут делать чисто. Выдается материал. Например, сексуального характера, бывшего премьера, как заположенное. Материалы следствия даются. В открытую, да? Печать, будем говорить так. Или в средства массовой информации. Все в порядке вещей. Стоит попасть информации против чего-либо, особенно власть придержащих, как это противозаконно. Ну, не, я никак... Было такое, что это прям стало противозаконно. Просто не проще, не стараться... Законам запрещено давать материалы уголовного дела. Хотя бы бицешор. Они засекретили господина Филата так, что я думал, ну, это минимум обладатель секретов создания ядерной бомбы. Не буду говорить аж, ядерной. Триада. Я хочу сказать, что по поводу, в том числе, по поводу материалов сексуального характера, здесь тоже реакция общества играет очень важную роль. Потому что если бы, окей, может быть, не люди или не только люди, но, по крайней мере, то, что называется, те люди, которые референтные группы, люди, которые формируют общественное мнение, развернулись бы и сказали, это ниже плинтуса, мы это не комментируем, не показываем, это мерзко, подло, грязно, и мы этим не занимаемся. Все бы было по-другому. К сожалению, даже этого не произошло. Хотя я считаю, это было бы нормальной реакцией моральных людей, тем более, что много любят говорить о морали, в основном впустую. Не смотреть, не комментировать, не обсуждать сексуальную жизнь человека, даже если он бывший премьер-министр, потому что это мерзко. Обсуждать. Обсуждать. Как бы заниматься сексуальной жизнью замечательно. Я надеюсь, что этим так или иначе занимается каждый. Если кто-то не занимается, то очень рекомендую приступить, потому что получите массу удовольствия. Но просматривать без согласия человека сцены сексуального характера с его участием, это подло, мерзко. И комментировать их подло и мерзко. И если бы тогда наше общественное мнение отвернулось бы от этого и сказала бы, вот с этим мы дело иметь не будем. Вот давайте про кражу говорить, давайте говорить про ошибки, давайте говорить про то, что сделал этот человек не так, будучи премьер-министром или будучи лидером партии. Но не вот это. А по поводу засекретичного уголовного дела, это вот, когда мы говорили с вами о том, что никто не верит в юстицию, никто не верит в правосудие. Возвратились обратно. Да, возвратились обратно. Нельзя добиться справедливости несправедливостью. Нельзя добиться справедливости, нарушая закон. Я не понимаю, почему одно из важнейших в нашей истории дел, да, это первый чиновник такого уровня, которого судили, почему должно было происходить то, что происходило. Почему, если в законе написано, что иммунитет снимается тайным голосованием, вы должны сказать, нет, мы проголосуем открыто. Ну, в законе же написано тайным. Как могут люди, сидящие в зале, да, которые голосуют за эти законы, которые их творят, сами же немедленно там же пойти на нарушение этого закона? Ради чего? Ради цирка? Ради того, чтобы показать, что мы можем все? Все. Это что угодно, только не правосудие. Это что угодно, только не справедливость. Написано закрытое, значит, закрытое. Написано открытое, значит, открытое. Написано, что надо А, Б, В, Г, значит, надо А, Б, В, Г. Тем более в таком деле, которое могло бы быть показательным, могло бы продемонстрировать, как нужно, да, как следует. Если написано в исполнительном кодексе, что человека должны посадить в камеру и держать в этой камере, и не имеют права переводить, кроме как раз, два, три. Значит, так надо сделать. И что думает обычный человек в этом случае? Если вы, или вопрос, который задаю себе я, если так можно издеваться над, издеваться, это оценочное слово, так можно себя вести с бывшим премьер-министром, то что они делают с обычными людьми? Да, это вопрос, который я себе задаю. Сколько камер поменяет обычный Ваня, Петя, Коля, Федя, или Маша, Даша и Глаша? Сколько? 20, 30, 40, как с ними себя там ведут? Если показательное дело, дело, которое под огромной лупой рассматривается всеми, нами, на востоке, на западе, на севере, на юге. С этим делом можно так. То, что можно с теми людьми, за которыми никто не наблюдает, которых никто не мониторит. А я скажу пример. Пассивная коррупция, как юрист по образованию, говорит, пассивная коррупция – сложно доказуемое преступление. Сложно доказуемое. Пусть со мной здесь спорят от бога судьи, от бога прокуроры и так далее, и так далее. Всех приглашаю в эту студию. Поспорим на эту тему. А пример есть очень хороший. Люди выкрали в прямом смысле. Был общественный такой резонанс в банковской системе. 5 миллионов долларов. Это прямые хищения, средств собственника. Это не банкротство. У нас законы о банкротстве не работают. Они получали по 5 лет условно. Условно. Здесь пострадала целая страна. Доказательной базы нет. Есть определенный, значит, опять же, вброс. Кролл, да? Ведь там четко показано, какие средства прошли 25-26 ноября. 13 миллиардов прошли. Сейчас меня убеждают в том, что это было украдено до. Я говорю, да, было до украдено. Тоже конкретно. Или помогало государству. Но по логике вещей, опять же. Дав помощь этим банкам, да? Которые пострадали. Деньги. Люди, которые сейчас отказываются от всего, что они не подписывали. Ну, не знаю ничего, да? Они же должны были пойти в закрытие этой дыры финансовой. Они не дошли. Они закрыли те дыры, которые до этого были. И вот целая система оболванивания народа, которая ведет к правовому нигилизму. Правильно? Как вы сказали. Да. И это страшно. И всегда вопрос, где правда? И что делать? Но это уже по русской литературе. Правду хотелось бы найти. Хотелось бы, чтобы у нас это желание искать правду, оно не пропало. Но, опять же, в этом смысле главный мой месседж – нельзя через несправедливость добиться несправедливости. Если вы, если кто-то хочет проставить точки над «и», найти, наказать, то делать это надо по справедливости, так, как написано в законе. А не так, как хочется нам, потому что в этом случае можно закрыть глаза, потому что люди, которые допускают вот это закрытие глаз, они забывают, что и по их поводу кто-то тоже сможет потом закрыть глаза. А нам бы хотелось иметь такую систему, когда никто глаз закрывать не будет. Все будет так работать, как написано. Ну, или плюс-минус так. Плюс-минус так. Когда говорят плюс-минус, я всегда смотрю, какой плюс и какой минус. Я такой реалист и очень сильно представляю себе. И очень бы хотелось, чтобы все-таки миллиард возвратили. Так не хочется мне как-то платить за все это. Косвенно. Никому не хочется. Мы же, при пенсии как-то не хочется, да? Вот. А пенсии повышаться не будут. Я вас успокоил, граждане, телезрители, дорогие мои. Нет. Темы, конечно, у нас затронуты именно по вашей специальности. И дай бог вам хоть одного политика привести к тому знаменателю, в котором будут обудоблены приниматься решения. Которые насущные у нас, да, в обществе. И каждый бы занимал свое место, как вы, психолог, как я в этом кресле, или как любой врач. Перечисляю всех, кого вы назвали. И тот же водитель троллейбуса. Дай бог ему здоровья, что он всегда был за рулем трезвым. Яна, большое вам спасибо, что вы пришли. Мы с вами пообщаемся. Я думаю, это будет не последняя наша встреча, потому что вопросов много. Очень много. А хотелось бы заострить уже на других темах. Но это, мы думаю, встретимся уже ближе к президентским выборам. Когда мы о каждом кандидате узнаем больше. Посмотрим, какие будут кандидаты. Вот. Надеюсь, что мы познакомились. Это у нас была ознакомительная беседа такая. Мы познакомились. И думаю, что нашим телезрителям было интересно. Спасибо вам огромное, Сергей, за приглашение. Смотрите нашу программу. Она интересна. Всегда интересна. И у нас очень интересные гости. До свидания, дорогие друзья. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин